Так уважаемое очередное видео, весьма интересное небольшое видео, несколько тем. Как я прекращаю пчелиное воровство или воровство пчел? Восьмое интересное, я думаю вам понравится. Я испытал немало способов против воровства пчел и наиболее эффективным оказался следующий. В обворовываемом улье я снимаю крышку, поднимаю подушку, загибаю заднюю половину полотна и на рамку кладу стекло. Стекло ложат на улье вместо крыши. После этого заделываю все щели, чтобы пчелы не могли проникнуть в гнездо. И из гнезда через верх оставляю улье, и из гнезда через верх, чтобы тоже пчелы не вылазили. Плотненько закрывает и далее смотрим. И оставляю в таком виде целый день. Воровки, войдя в леток и набравши меда, устремляются вверх на большой свет. Ища выхода, они находят его. На ночь улей накрываю подушкой и крышей, а рано утром открываю вновь. Как только я поставил стекло, сразу заметил, что из летка воровки стали выползать реже. Через час ни одна из них не прилетала. Литоку обворовывая улья я сужаю до 2-3 см. Пользуясь этим способом, я смог в один день прекратить воровство в трех улях. Итак, друзья, Горьковская область, Арамас, город. Это 1959 год, номер 9. Так что, друзья, если вас интересует, и я так и всегда интересуюсь, чтобы прекратить воровство, то это весьма интересный метод и хороший. И еще немножко. Поздний осенний облет пчел, друзья. Чем позднее совершается осенний очистительный облет пчел, тем они лучше перезимовывают. Я такой облет вызываю искусственно. Делаю это так. Как только выдастся похожий солнечный день, каждому улью около литка ставлю по маломедной рамке. Когда на них появятся пчелы, рамки с пчелами отношу подальше от ульев на солнцепек, где размещаю рамки, предназначенные для полной осушки. Если нет таких рамок, то приготовляю сахарный ароматизированный сироп. Вскоре пчелы дружно начнут летать к рамкам, очищая при этом кишечник. Кроме того, они осушат все рамки. Пчелиное воровство никогда при этом не возникает, и его не нужно опасаться, потому что такой дружный массовый лед пчел будет последним этой осенью. Вот такой предлагает опыт облета пчел. Ну и еще немножко информации, от которой часто страдают люди, вернее пчелы и пчеловоды. Это зимовка пчел на падевом меду. За последние три года в Болотнинском районе Новосибирской области имелись случаи сбора пчелами падевого меда. Этот мед имеет светлый янтарный цвет, потому пчеловоды его не замечают и оставляют пчелам на зиму. Наблюдая вредные действия падевого меда, Замечено, что при одинаковых условиях по количеству, находящихся в гнездах падевого меда и его происхождении равной силе пчелиных семей зимовка пчел проходит различно. В колхозе пчелы находятся на трех точках, расположенных в километрах в пяти одна от другой. Пасеки расположились в одинаковых природных хозяйственных условиях, и пчелиные семьи имели примерно одинаковую силу, однако зимовка прошла по-разному. На пасеке номер один за зиму погибло 47 или 57 процентов, на пасеке номер три погибло 43 семи или 63 процента, на пасеке номер два все пчелиные семьи были сохранены. Весной, как только пчелы в зимовнике стали беспокоиться, это которая находится на пасеке номер два, пчеловод Силантьев приступил к подкорке пчел сахарным сахаром, причем делал это так, смоченный сахарный песок накладывал порциями примерно по килограмму марлю и давал пчелам сверх рамок под холстик. После того, как пчел выбирали растворившуюся часть сахара, нерастворившиеся кристаллы образовывали корку. Чтобы растворить ее и сделать сахар доступным для пчел, Силантьев неоднократно поливал марлю с коркой теплой кипяченой водой и так поил пчел. Смачивая корку, Силантьев опасался, как бы не создалась сырость в улях, так как много воды стекало на рамки и дно уля, однако по выставке пчел сырости в улях не оказалось. Вот эта дача воды пчелам, по-видимому, и оказалась положительно действуя на смягчение вредоносного падио-меда, так как другие факторы, способствующие полному сохранению пчел на зимовке по сохранению с пасекой номер один и номер три, не было. При большем проценте содержания падио-меду трудно, конечно, рассчитывать на хорошую зимовку пчел. Однако, как показала практика, в зимовниках с повышенной влажностью, с минусовой температурой, а также паение пчел подслащенной снеговой водой, ослабляет вредное действие падио-меда на пчел. Чтобы не допустить ущерба от падио-меда и полностью сохранить пчелиные семьи на зимовке, надо обязательно проводить анализ меда на всех пасеках. И в случае обнаружения пати, немедленно отбирать его и заменять сахарным сиропом пропорции две части сахара на одну часть воды. Итак, друзья, на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь, записывайте свои журналы, то, что вам понравилось. И отмечайте номер видео или скачивайте. Итак, до встречи на следующем видео. Ждем ваших вопросов.